Всем привет дорогие друзья, всем привет братишки и сестренки, с вами Йорн, в общем дождался я наконец-то и вы тоже пачнот 1.6.3 Прошу любить и жаловать, в общем на тестовом серваке, у нас скорее всего зальют в этот понедельник, а может быть и раньше И знаете, когда было назначенное время, я захожу, потом на час продлевает, потом еще на час, я даже пригорюнил, приуныл как-то А потом захожу, 40 мегабайт скачанной обновы, а также подарок в 2400 кристаллов Ну думаю, да, круто, спасибо, лишние не будут, тем более откат за 3 косаря Призыв у меня произошел, 5 копий могу поймать новой героини Дезиры, да, этот саппорт, который будет сегодня десертом нашего видео И мы будем ее более детально и подробно разбирать Но прежде чем мы это сделаем, хотел бы сказать, что вот эта новая функция, которая называется Талис оф Бартом, или как она, Талис Фром Эспирия В общем, короче, полная чушь, потому что кто-то чего-то достигает и вы видите, как некая такая доска, знаете, событий Ну, я не понимаю, зачем она нужна, зачем мне знать, что вот этот вот Кайзер там что-то сделал, там прокачал Белинду на 5 звезд Или кто-то прошел там до 625 этажа Королевской башни, вот этот вот Азиат Зачем? Чтобы ему поставить лайк, что ли? Может быть они эту функцию потом с чем-то свяжут, с какими-то событиями И из-за достижения вы будете еще что-то получать? Я не понимаю, вообще, вот пишите в комментариях, что вы думаете По мне, так функция полный швак Ну, дальше, конечно, будет видно Теперь переходим в темный лес, вершины времени Заходим в шар путешественника И видим, что еще одно путешествие Песчаная магистраль Что мы здесь получаем? 10 фракционочек Также дополнительные награды 60 фиолетовых шардов Возможно, что-то годное упадет Также есть и другие награды, которые нам однозначно пригодятся Ну, конечно же, проходить мы это путешествие будем в отдельном видосе С прочтением лора, друзья Ну, я буду кратко его пересказывать А потом буду показывать, что же там приготовили нам разработчики Ну, на самом деле, это уже была, по-моему, карта Там вот эти вот вагонетки, их надо катать Будем проходить Но все равно, как бы повторение мать учения Я думаю, будет однозначно интересно На этом, в принципе, все Все, что вот визуально можем оценить, оценили А, ну да, еще вот они добавили здесь изменения как-то медали Но об этом они даже могли и не писать По факту медали это просто визуальная фигня Ну, а теперь переходим в портреты И разбираем новую героиню На самом-то деле, друзья, я ждал Я ждал такого героя во фракции Магива Рожденных И теперь эта фракция точно заслуживает первое место Потому что эта гребаная саппортша магичка Она не только выхиливает Она еще и создает проблемы команде противника, друзья И завтра, когда дадут ее в тест на три дня Мы ее просто замазолим Мы ее будем тестировать везде И я решил, что пока я ее не соберу, я не успокоюсь Так же, как и было с Пегги А Пегги на тестовом серваке я уже собрал на биорамку И докачал ее на плюс 21 и фулл сет Так что вот так вот, скоро эта девочка Также будет прокачиваться и по мебели И эту креветку, да, там, или как она там, сирена Короче, нога сирена, я не знаю Ну, короче, ее надо точно качать, друзья Однозначно Ну, а теперь навыки Первый навык она же ульта Называется зов сирены И каждый навык здесь произведение искусства А дальше вы поймете почему Ну, хотел бы услышать ваше мнение в комментариях В общем, указано, что она берет свою раковину Начинает захиливать всех союзников и себя в том числе На 130% от рейтинга ее атаки И записывает значение здоровья после исцеления Ну, а дальше включаются два если Первое если Если здоровье любого союзника, включая хозяйку Упадет ниже записанного значения Через 5 секунд после исцеления Его здоровье будет восстановлено до записанного значения здоровья Но общее значение не будет превышать Типа выше 280% от рейтинга атаки То есть тут еще идет и ограничение Но все равно, понимаете 5 секунд прошло Вся команда опять выхилилась И дальше включается второе если Если любому союзнику нанесен будет урон Из-за которого его здоровье упадет ниже 30% От записанного значения здоровья В течение указанного периода времени Урон будет полностью проигнорирован и эффект восстановления Будет активирован заранее И тут надо сказать другое слово Потом и ее Ну капец Вы понимаете это как жестко, да? Как ни крути, все в вашу пользу И потом на втором уровне уже значение выхиливания Будет 150% от рейтинга атаки Но не превышает 375 А на третьем уровне Если срабатывает триггер заранее И союзник получает вот этот эффект восстановления То он будет невосприимчивым и к урону и эффектам контроля В течение следующих 2 секунд Друзья Ну в общем это лучший ульт среди всех саппортов Это капец Дальше идет второй навык Называется метка ненависти В общем она бьет перед собой АОЕ уроном на 130% Наносит также метку Которая будет действовать 12 секунд Каждая метка будет понижать рейтинг атаки противника на 8% И снижать точность на 15 очков Когда накладывается 3 метки Срабатывает триггер и противник впадает в страх На 3,5 секунды И потом по мере прокачки будет уже 170% урона А на четвертом уровне рейтинг атаки За одну отметку будет понижаться на 12% А точность на 35 очков Это жесть Понимаете? Потому что везде где есть страх Это очень крутая механика У нары страх Когда она добивает противников при прокачанной мебели 3 из 9 Или тот же самый тайдус Который накидывает страх моментально То есть если этих героев как-то скомбинировать То противник будет просто страдать Ну а четвертый навык называется Океанический щит Тут все в принципе просто Дезира создает защитный пузырь Вокруг наиболее раненого союзника Который типа позволяет ему восстановить 18% от максимального здоровья Дезира В течении 5 секунд Если по цели будет нанесен урон Типа который превысит 50% от текущего здоровья Его Во время использования этого щита То урон будет полностью проигнорирован И он позволит цели мгновенно восстановить В полтора раза больше оставшееся здоровье Которое ей еще предстоит восстановить Вы понимаете как это жестко? То есть в ульте выхиливание Игнор урона Также и игнор какого-то контроля Тут щит Какого-то союзника Да она также выхиливает То есть могила рожденной будет просто неубиваемая Друзья Неубиваемая На втором уровне тут будет уже выхиливание на 24% Вот показатели здоровья Дезиры А на третьем уже будет восстановление не полторашечка А 1.75 Если вдруг ну как бы будет нанесено Больше 50% от текущего здоровья той цели На которой висит щит Ну в общем жестко Четвертый навык называется Океанический туман И тут написано что она насылает свой туман Который распространяется из задней части Вашей команды По направлению к задним рядам противников Который затем полностью покрывает поле битвы Любые союзники в тумане должны восстанавливать количество здоровья Равное 15% от рейтинга атаки Дезиры Вот так вот Каждые 0.5 секунды И акеанический туман будет оставаться на поле битвы Максимум 12 секунд А также исчезнет сразу Если Дезира типа ну отъедет Откинет ножки кверху На втором на третьем уровне будет уже повышение До 18% от атаки Точнее от рейтинга атаки Дезиры И 20% Ну то есть выхиливание команды Здесь будет просто сумасшедшее друзья Ну что могу сказать Если даже вот так вот просто проанализировать навыки Они какие-то жесткие Ну а теперь персональный артефакт друзья И его точно надо качать на плюс 30 А дальше вы поймете почему Потому что дает здоровье, атаку, защиту, ускорение Ну а в навыке минного предмета говорится Что океанический туман больше не исчезает после смерти Дезиры Союзники которые находятся в тумане Получают 20 очков уклонения А рейтинг критического удара врагов снижается на 10% Ну и по мере прокачки союзники получают только одни плюшки На плюс 10 30 очков уклонения Плюсом На плюс 20 дополнительно 15 очков исцеления А на плюс 30 будет получать в тумане на 16% меньше урона Но это чем-то напоминает Тази Потому что Тази при прокачанной персоналке Тоже понижает рядом стоящих противников Урон на 30% Если вы качаете на плюс 30 И представьте что будет если вот эту магичку Хилку Так же как-то ну не знаю скомбинировать с той же самой Тази Ну будет просто огонь И мебель тут тоже не отстает Потому что ее тоже надо будет качать по-любому В общем 3 из 3 На вражескую цель накладывается проклятие Метка ненависти за каждые 3 секунды Когда они находятся вот в этом океаническом тумане Понимаете 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Сработал страх Классно Да однозначно классно Поэтому 3 из 3 мы точно качаем Ну а 9 из 9 Враги в океаническом тумане Не могут получить большинство положительных эффектов От своих союзников Но сохраняют все положительные эффекты Которые у них уже были до этого Ну что тут сказать Неплохо Неплохо То есть если допустим они что-то получили А потом не смогут получить Это даже нам в плюс Но чтобы прокачать ее 9 из 9 Это будет дороговастенько И надо на практике смотреть Насколько это будет профитно Поэтому лично для меня пока Плюс 30 3 из 3 А вот 9 из 9 Пока под большим вопросом Друзья Ну и давайте ее потестируем Зайдем на арену испытаний Я кстати уже в ней видео Поймал одну копию Слива 9000 кристаллов И выпала только одна Дезира Давайте Что тут с манекеном Посмотрим анимацию Вот она запускает Вот эту вот Свою волну А огоньки Кстати над противником Светятся И мы видим Что когда 2 огонька То есть там идет Понижение рейтинга атаки Также точности Очков точности И плюс Когда Если 3 огонька будет То противник Будет впадать в страх Но здесь мы это не увидим Потому что противник Умирает очень быстро Ладно Это все фигня Это все лирика Давайте заходить Уже в бой Против Противника Угу Ну то есть мы ее Точно поставим наверх Потому что Траку Если по центру поставим Он ее просто запуляет Также тут стоит Еще и Пипа И Тази Это двойной контроль Первую пачку Поставим через Респена Хочу также поставить Софию Наверное Вот так вот Еще с Криата Вот к нем И Аноки И посмотрим Как пройдет бой Я хочу проверить страх И также вообще Увидеть Вот эту вот Прокачку 9 из 9 Не знаю Тоже вот как сравнить Ну как-то все произошло Быстро Вообще У нас ничего Даже И здоровье-то Не отнялось Скряту Прям раздал А она Чисто выхиливала Смотрите Неплохо выхиливала 1.77 При том Что в команде Противника Толена Выхилила 3.5 3.5 Страх Я что-то Как-то даже Не заметил Давайте еще один Сделаем тестовый бой Может быть даже Еще парочку Пока у меня Двоякое Такое ощущение Но когда мы ставим Контурящих Громео Против лесников Все очень легко А если Допустим Здесь Криата Не ставить А поставить Аноки Также поставить Софию Тази И Респена Респена Еще на плюс 30 Ускоряет нашу команду Но тогда у нас Никакого бонуса Нет вообще А давайте Мы не Респена Поставим сюда А поставим сюда Толену И посмотрим Кто больше Выхилит И также Обращаем внимание На механику Смотрим На эти Огонечки Не Ну они Быстро набираются Он Горво Уже В страхе То есть 15 секунд Прошло Он Получил Страх Окей Смотрим Что будет Происходить Дальше Контроль От вражеской Тази И доп урон От Раку И короче Она потухла Просто Потухла Ну да Толена Даже выхилила Больше Выхилила Больше В общем Если комбинацию Неправильно Собрать Из героев То Вас похоронят Что то я прям Как то и не заметил Особо Вот этого Щита Там Который Помогает Дольше Жить От Третьего Навыка Ну давайте Еще раз попробуем Вот только так То есть Там мы ставили Софию А тут мы поставим Толену И Респино Я хочу Посмотреть Как будет Проходить бой Не Ну страх Хорошо работает И в принципе 9 из 9 Наверное Пригодятся Друзья Что там Они не могут Получать положительные Эффекты Вы представьте Просто Если тот же Самый Раку Получит Там Я не знаю Бонус к атаке Или еще что то И мне нравится Что вот эти метки Которые она накидывает Они накидываются Очень быстро Очень быстро Да и вот эти бонусы Вот эта вот ракушка Смотрите Работает от прокаченной Персоналки Ну круто Мне нравится Сейчас хочу сравнить Вообще Насколько она выхилила По сравнению С Толеной Ну урона От нее Получается Особо Сильно Много Не будет Смотрим Да Тут Скрят Прям Раздал Потом Идет Респен Она Получается Меньше всех Урона Нанесла Но выхилила Одинаково С Толеной Прикольно Вот так вот Друзья Ну что могу Сказать Неплохой Неплохой Такой саппорт Понятно Что в первую очередь Скорее всего Вы будете качать Сайлоса Потому что Сайлос заходит Еще на фарм боссов Но кто-то Особо не парится Насчет этого Да Там Укольчик На Том же самом Как его там Ну этот босс Кейн Вот на Кейне Когда вставят Толену И Сайлоса Вот Не знаю Их надо сравнить Сайлосом Вот Когда завтра В Тес на 3 дня Дадут У меня Сайлос Уже практически Докачанный На 9 из 9 Плюс 30 Вот мы и сравним Что она может И что он может Проведем Такую некую Параллель И определимся Стоит ли ее В первую очередь Качать Или все таки его Но она крутая Не скажу Что прям Имба имбущая Как все меня Будут там Тролли Да Что я всегда говорю Герои все крутые Но она прикольная Прикольная По своей механике Выхиливает Помогает команде И плюс Еще Понижает Атаку И точность Противника А это Дорогого Стоит Друзья Так Зайдем Давайте В моих Геройчиков Фракции Магива Рожденных Да Сайлос у меня Скоро докачается Еще осталось 2 мебели Вот И одну копию Я уже Этой героине Поймал Слил 10 тысяч Кристаллов И еще 4 копии Могу поймать На этой ноте Будем прощаться Всем спасибо За просмотр Делайте выводы По данному герою Жду от вас Комментарий Друзья Всех Обнял